Урня, здесь я, а урня, 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 урня. Церковь, рассказывают, прихожане построил богатый армянин в честь своей дочери Репсеме. Первый камень на месте храма заложили в 1909 году. Строили 10 лет. Церковь пережила многое и разруху после нескольких войн и восстановления в 90-х. 20 лет тому назад эта церковь вообще бомжатник был здесь. То есть товарищ выступал, вы слышали же, наверное, да, бомжей отгоняли отсюда. А сегодня же видите, в каком состоянии находится. Это же не так просто. Купол за прошлом году, ну в прошлом году отреставровали, закончили. Один армянин 38 тысяч долларов положил для церкви. А откуда никакого бюджета же нету? Дали, дали люди. И есть другие ребята, которые помогают своими личными сбережениями. Храм поражает своим видом. На южном фасаде богато украшенный ложный вход в виде широкой арочной ниши. К церкви ведет грандиозная лестница, вдоль которой растут кипарисы. Архитектура храма уникальна, говорит настоятель. Если вы пройдетесь по церкви, вот допустим на колоннах, вы не увидите одинаковых узоров. Они сдалека одинаковые, но одинаковых не бывает. Даже вот эти хачкары, если вы повернете и посмотрите, они как бы похожи, но они все разные. Вот уникальность является вот в этом, что мы не любим повторять, ибо мы, да, мы есть похожи же, но мы не есть повторения. Каждый из нас особенный. И точно так же мы относимся к церкви. Внутри храм больше напоминает католическую церковь. Здесь все умерено. Расписанный купол, дополняемый мраморным иконостасом с инкрустациями. Минимум икон сопровождает службу орган. Церковь Святой Репсеме прихожане называют частичкой Армении. В Ялте за особый, строгий и величественный вид храм уже давно облюбовали киношники, как украинские, так и российские. «Мастер Маргарита» – последний фильм, который здесь снимали. Вот эти кадры из фильма. Эпизод с Понтией Пилатом, балу сатаны. Все это снималось здесь. Актеры шли по этой лестнице, ведущей к храму Святой Репсеме. Тут же на балконе церкви стоял Воланд со своей свитой. В день рождения церкви армяне устраивают массовые гуляния. В этом году на праздник съехались гости из разных уголков Крыма. Национальные танцы, песни – это торжество для армян – символ единения. Екатерина Зоева, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ, Ялта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова